Какие бывают виды административных наказаний? В статье 3.2 КОАП РФ перечислены 10 видов административных наказаний. Первое. Это предупреждение. Оно выносится в письменной форме, не в устной, и выражается в официальном порицании физического или юридического лица. Устное предупреждение, кстати, не является наказанием. Второе. Административный штраф. Это денежное взыскание в определенных размерах в пользу государства. И самый классический пример. Это водитель нарушил скорость, и сотрудник ДПС выписал ему штраф. Третье. Конфискация орудия совершения или предмета правонарушения. Это принудительное, безвозмездное обращение в собственность государства, не изъятых из оборота вещей. Обратите внимание, что не изъятых из оборота вещей. То есть, вещи, которые вы можете свободно купить, продать, либо подарить. Примером конфискации предмета правонарушения может служить изъятие рыболовных сетей, если вы ими незаконно пользовались для ловли и вас, соответственно, поймали. Четвертое. Административное наказание. Это лишение специального права. То есть, лишение физического лица ранее предоставленному ему специального права. Например, водителя за нарушение правил дорожного движения лишают права на управление транспортным средством. Пятое. Административный арест. Это содержание нарушителя в условиях изоляции от общества. Применяется лишь в исключительных случаях и на срок до 15 суток. И назначается только судом. Не применяется административный арест в отношении беременных женщин, инвалидов, несовершеннолетних, ну и других. Список можете видеть на экране. Шестое. Административное выдворение за пределы РФ лица безгражданства и иностранных граждан. Так, иностранцу, привлекаемому к рассматриваемому виду наказания, помимо того, что он высылается с территории Российской Федерации, также ограничивается въезд в Россию сроком на 5 лет. Административное выдворение возможно за Пребывание на территории Российской Федерации без документов, подтверждающих право на проживание, нелегальное трудоустройство, ну и другие нарушения. Седьмое наказание. Это дисквалификация. То есть, лишение права занимать определенные должности в органах юридического лица. Например, за административное правонарушение человеку может быть запрещено занимать должность генерального директора, члена совета директоров, замещать должности на государственной и муниципальной службе, запрещено проводить экспертизу, осуществлять медицинскую или фармацевтическую деятельность. Если, например, генеральный директор решил провести фиктивное банкротство своей фирмы и был пойман, то ему может быть запрещено от полугода до трех лет быть генеральным директором в любой фирме. Восьмое. Административное приостановление деятельности. Это временное прекращение деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя. Устанавливается на срок до 90 суток. Например, пришли сотрудники Роспотребнадзора с проверкой в кафе и обнаружили серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических правил. И в отношении такого кафе принимается решение о приостановлении его деятельности до устранения нарушений. Девятое наказание. Это обязательные работы. Данное наказание заключается в выполнении физическим лицом, совершившим административное правонарушение, в свободное от основной работы время бесплатных общественно полезных работ. Например, они будут мести дворы и красить бордюры. И десятое наказание. Это административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований. Зрители обязаны соблюдать правила поведения при посещении спортивных мероприятий. Данные правила были утверждены постановлением правительства номер 1156 в преддверии Олимпиады 2014 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года. Наложить запрет на посещение спортивных мероприятий могут за 1. Пронос на стадион алкоголя или наркотиков. 2. Проход на трибуны с вещами, предметами без предварительного согласования с организаторами матча. 3. Использование масок, скрывающих лицо зрителей. 4. Пронос и использование пиротехнических средств, красящих веществ и звуковых инструментов. 5. Иные основания, их еще немало. Мы перечислили все виды административных наказаний. Если это видео было вам полезно, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. А если видео вам не понравилось, то поставьте дизлайк и напишите комментарий, что вам не понравилось.